Вести Ульяновск на телеканале России, в студии Владислав Витковский. Добрый вечер. Смотрите в нашем выпуске. Помощь больницам, антиковидные меры и работа с молодежью. Сегодня в областном правительстве обсуждались главные проблемы региона, которые нужно срочно решать. В армию без вирусов призывные пункты обезвредят растворами и проведут профилактику личного состава. В России проходит призывная кампания 20-21. В Ульяновске впервые проходит кубок профессиональной футбольной лиги «Переправа». Узнаем, как прошла первая игра. Тема коронавирусной инфекции и мер для защиты от нее стала основной в ходе традиционного аппаратного совещания, прошедшего сегодня в стенах региональной администрации. Не остались в стороне и темы водоснабжения, ремонта дорог, к сотрудничеству с федеральным центром, а также кадровый вопрос. Регион получит 77 миллионов рублей на закупку метоборудования для Ульяновской поликлиники номер один и свыше 200 миллионов на нужды детской областной больницы. Это уже принятые в Москве решения после недавнего визита в регион российского премьер-министра Михаила Мишустина. А посещение на минувшей неделе Ульяновска председателем наблюдательного совета фонда ЖКХ Сергеем Степашиным завершилось решением об ускорении процесса переселения граждан из ветхого жилья. Мы достигли договоренности о досрочном расселении аварийного жилья за счет средств фонда в сумме 800 миллионов рублей. Благодаря этому более 1200 человек получат новое жилье на два года раньше. При этом руководитель области отметил, что и федеральный центр ждет от региона выполнения своих обязательств. Равно как и по другим вопросам. Например, о приведении в соответствие количества сотрудников в областных ведомствах. Может быть это неприятная для кого-то новость, но все равно с этим нам пойдется работать. Нам настоятельно рекомендовано сократить управленческий аппарат. Сократить администрацию, потому что на фоне других регионов с такой же численностью населения у нас аппарат раздут чуть ли не в два раза. В том числе и расходы на него. Данные о том, что почти половина выпускников стремится покинуть регион, привели к критике в адрес Министерства молодежной политики. А информация о сложностях с лекарственным обеспечением в ряде населенных пунктов вызвали разговор о необходимости открытия 12 аптек в селах. И все же основное внимание ситуации с ковид. В Ульяновской области, как и в целом по стране, отмечен рост числа заболевших. Предлагаю с первого числа ограничить все массовые мероприятия. С первого июля оставить пока на уровне 50 человек. Возможно, на следующей неделе мы еще посмотрим тенденцию. И может быть ограничить 30 человек массовые мероприятия. Но это со следующей недели. Кроме того, посмотрим за тенденцией. Возможно, опять же, на следующей неделе вести ужесточение по масочному режиму. При этом, по данным областного Минздрава, с ростом заболеваний в регионе отмечено и увеличение желающих привиться. Вакцины в области достаточно. Но о коллективном иммунитете говорить пока рано. Его удастся достигнуть при 60% имеющих антитела. А появилось на сегодня 30% ульяновцев. Сейчас уже к нам обращаются предприятия для того, чтобы мы выходили на места и вакцинировали сотрудников на месте. Такой режим работы у нас тоже введен. Кроме функционирования стационарных пунктов, сейчас 44 пункта вакцинации функционирует, 31 мобильная бригада, плюс 9 пунктов в торговых сетях. При этом медицина остается одной из наиболее частых тем в обращениях граждан в органы власти, как и коммуналка. В частности, водоснабжение. В период 30-градусной жары расход воды возрос. То, что можно сейчас оперативно делать, все меры принимаются. В частности, в Шиловке сегодня работают по улице Ленина. Это уже внеплановая работа по занятию еще одного аварийного участка, вновь выявленного. По Ишевке ряд мер принимается, в частности, бурятся новые скважины. Алексей Русских призвал держать коммунальные вопросы на особом контроле и напомнил, обращения в соцсети и другие источники руководством региона мониторятся. На аппаратном совещании зашла речь и про кадровые вопросы. В частности, про должность главного архитектора области, которая на сегодняшний день вакантна. Алексей Русских считает, что региону требуется специалист с большим опытом работы. В настоящее время идет поиск кандидатов. Игорь Кранцев, Алексей Прохоров, Вести, Ульяновск. В Ульяновской области действует указ губернатора о соблюдении антиковидных мер. В общественных местах необходимо надевать медицинские маски и соблюдать дистанцию. Расслабившись после локдауна, жители региона не торопятся соблюдать правила, поэтому полиция и группа дружинников отправляются в уличные рейды и напоминают людям о санитарных нормах. Один из них проводился недавно в общественном транспорте. Мы ужесточаем проверки отношений общественного транспорта и пассажиров, которые едут. И устно мы доводим, профилактические беседы проводим и составляем протоколы в том числе. За все время проведения антиковидных рейдов составлено всего 23 протокола. Проверяющие просят всех участников дорожного движения во время пандемии быть более ответственными. Если бы у вас здесь была бы информация о том, что в маске, заходить только в масках, то, может быть, пассажир у вас проявил бы бдительность. Такие рейды проводятся ежедневно и не только на территории областного центра. Особо непонятливым полицейские выписывают штрафы. Чуть меньше месяца остается до завершения весеннего призыва. В этом году военный комиссариат Ульяновской области вынужденно перешел в особый режим работы. О том, как принимают новобранцев в условиях распространения коронавирусной инфекции, расскажет Яна Федорищева. Крови с пальчика берем. Тест на COVID-19, анализы, результат и только потом медкомиссия. Таков обновленный порядок для российских новобранцев перед отправкой в чать. Очередной весенний призыв проходит при усиленных противоэпидемиологических мерах. Сегодня будет протестировано более 50 призывников. Кроме того, все мероприятия, все сотрудники, которые так или иначе работают с призывниками, они в обязательном порядке провакцинированы. Сотрудники военкомата признаются, нынешняя кампания – одна из самых сложных в их жизни. Из-за пандемии пришлось поменять всю схему работы. Максимум внимания теперь уделяют разведению потоков призывников, социальной дистанции и средствам личной гигиены. При входе на КПП свои средства индивидуальной защиты необходимо снять и утилизировать здесь. Во временном медицинском пункте выдадут новые, и только после этого можно пройти на сдачу крови. Одну каплю крови и две капли сыворотки. Чтение 15 минут рассматриваем, результат оглашаю. Больше 80% молодого пополнения уже призвано, и отправление в часть ожидают в специальных пунктах отдельного размещения. Каждый из них оборудован в изолированном помещении и обеспечен всеми средствами индивидуальной защиты. Я считаю, что это обязательно нужно. Не хочу подвергать риску своих остальных сослуживцев, ну и свое здоровье тоже как бы мне дорого. С самого утра и в конце рабочего дня в призывной комиссии трудится бригада дезинфекторов. Дважды в сутки особым раствором на основе хлора они тщательно обрабатывают каждое помещение военкомата. Завершится весенний призыв 15 июля отдать долг родине в условиях пандемии. Уже готовы больше 6,5 тысяч ульяновских новобранцев. Яна Федорищева и Михаил Державин. Вести. Ульяновск. Прототипы его героев встречаются и по сей день. А все потому, что идеи Ивана Гончарова вечны. В честь дня рождения знаменитого симбирянина на его родине состоялся очередной праздник. Масштабное чествование великого земляка и дань уважения его величеству слову. Павел Игнатьев продолжит. Люди, вам этого настроения хорошего, да? Другого настроения в традиционные гончаровские дни на этой площади не бывает в принципе. Писатель, романист, путешественник. Сегодня вспоминает каждую его ипостась. Иван Гончаров проплыл полсвета на фрегате Паллада. А в Ульяновске можно на Соборде проплыть с Виягу, начиная от Лугового и прямо до центра города. В экспозициях не только сам писатель, но и его знаменитые герои. Например, Илья Обломов. Теперь у скучающего дворянина есть тотемное животное. Сурок, конечно, чем-то похож на главного героя данного произведения, своим, наверное, поведением. Он тоже такой же спокойный, с одной стороны, респектабельный, но, конечно, также добрый. Барский быт дореформенной России. Обыкновенные истории, обломов, обрыв. Проза Гончарова понятна каждому, а идеи вечны. В городе на Волге писатель-путешественника чествует при помощи семафорной азбуки. На Гончаровском празднике оживает герой его великих произведений. Бессмертные строки не только цитируют, но и показывают жестами. На книжных выставках его главные литературные творения. Власовское переосмысление национального русского характера. Сегодня звучит все так же громко. Предлагаем прикоснуться к строчкам великих романов Гончарова. В частности, сегодня мы предлагаем горожанам прочитать строки из романов «Регат, Паллада», романа «Путешествие». И они от мала до велика с радостью соглашаются. Город, как живое существо, кажется, сдерживает свое дыхание и биение пульса. Все спешат, бегут. Беззаботных и ленивых фигур нет. Самые строгие критики отмечали вклад писателя в богатую русскую словесность. А его произведения до сих пор в числе лучших образцов литературной эстетической мысли. Павел Игнатьев, Алексей Прохоров, Вести, Ульяновск. В Ульяновске впервые стартовал кубок профессиональной футбольной лиги «Переправа». Этот турнир – генеральная репетиция предстоящего молодежного чемпионата Европы, будущие звезды отечественного футбола со всех уголков страны, проявит себя на Ульяновском стадионе «Труд». Встречи проходят на высшем уровне с участием молодежной сборной России. Грандиозная церемония открытия, волнения и такое торжественное завершение дня. Стартового в череде матчей Кубка профессиональной футбольной лиги. Ежегодная молодежная переправа впервые проходит в Ульяновске. Играйте в футбол, живите футболом, дышите футболом, получайте удовольствие. Плюс 28 градусов показывают сейчас уличные термометры. На трибунах очень жарко, но согревают сердца болельщиков не столько горячий воздух, сколько ожидания, ожидания и предвкушения головокружительной футбольной битвы. Мы будем болеть за хороший футбол. Игра на пределе возможностей. В истории ПФЛ такого еще не было. Сборная Ульяновской области атакует ворота российской молодежки. Первый гол, наверное, заберет сборная России, мне кажется. С силой мысли и прямо в цель. Быстрый гол уже на 10-й минуте. Открыл счет точным попаданием в девятку. Лучший игрок этой встречи, нападающий московской родины, Магомед Хабиб Абдусаламов. Этот стимул, чтобы втопить дальше? Конечно, такие игры с такими соперниками, я считаю, это только большой толчок в наше развитие мы видим. На фоне такого достаточно мастеровитого соперника, в чем мы отстаем от него. Отыгрались уже на 20-й обрез в центре поля контратака и волжский нападающий Никита Данилин одним касанием отправляет мяч в ворота противника. Если бы была стабильность с точки зрения финансового обеспечения и намеченные планы дальнейшего поступательного движения, то через какое-то время можно увидеть в рядах футбольной национальной лиги, не только на один спортивный сезон, а может там задержаться. Не шуточные баталии на центральном стадионе «Труд» продолжатся еще 4 дня подряд. В сезон большого футбола параллельно с чемпионатом Европы на домашнее для нас поле выйдут молодые дарования. Будущее национальной сборной от 18 до 23 лет. Здесь, так скажем, собирают футболистов, которые играют на данный момент в ПФЛ и которые имеют перспективу роста в дальнейшем. Вместе с десятками зрителей на стадионе и сотнями болельщиков по всей стране эту игру приехал посмотреть и Илья Детенышев. Несколько лет назад свои первые голы он забивал за Ульяновский клуб, но уже сегодня отстаивает честь страны в основном составе молодежной сборной России. Главное это труд. Мотивация должна быть, какая-то определенная цель должна стоять. Ну и конечно же нужно их добиваться. Постоянные атаки противника заставляют ульяновских львов совершить ошибку. Итог встречи 1-2 в пользу российской сборной. Но ведь это только начало. Расписание матчей можно узнать на сайте ульяновского клуба. Вход на стадион свободный. Яна Федорищева и Михаил Державин. Вести. Ульяновск. Болеем за наших. Далее прогноз погоды от Ульяновского гидрометцентра. А у меня на этом все. Я благодарю вас за внимание. Приятного вам вечера. ГТРК «Волга» объявляет новый конкурс «Жизнь прекрасна». Снимите веселое видео о своем питомце и пришлите нам. Автор самого удачного ролика станет героем наших программ. Подробности на официальном сайте gtrk-volga.ru Партнеры конкурса «Ульдоровский завод минеральной воды «Волжанка», магазин фирменной техники «Эппл» «Ребро» и сеть оптик «Симбирский взгляд». В ближайшие сутки атмосферное давление будет расти. Ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью по области от 13 до 18 градусов тепла. В Ульяновске плюс 15, плюс 17. Завтра днем по области от 32 до 37 градусов выше нуля. В Ульяновске плюс 33, плюс 35. В центральных районах области сохраняется высокая пожарная опасность четвертого класса.